здравствуйте дорогие друзья тема сегодня лекция называется удивление полученной информации вот я себя вспоминаю когда только начал духовно развиваться естественно ну казалось что все вроде бы я все знаю я кандидат медицинских наук там почти доктором наук не стал как бы гордился собой там естественно все вроде бы наука там все как положено там кажется что вот я у цели потом начинаешь изучать интернет самообразовываться то что не дают в интернете и приходит определенные понимания и ты начинаешь задумываться и понимать что что-то не то как у нас этому не учили то есть удивление да то есть у меня такое дикое удивление было когда начал развиваться духовно изучать самообразованием стал заниматься через какое-то время вот естественно вник в другую информацию что есть там какой-то международное правительство что нами руководят какие-то процессы стал понимать что на земле происходит так далее потом начали ченнелингами заниматься очень удивлялся то информация которую первое время мы получаем мне казалось что я там удачу там поймал за хвост да там что вот у меня понимание теперь развиваться будут потом я начал делиться этой информации с вами развивались там начинали с восьмого измерения сущностями общаться и дошли там до практически трехтысячного измерения даже больше сейчас уже вот и уже сейчас сущность настолько развита что и уже очень тяжело как бы смотреть информацию потому что мы очень высоко ушла от нас сейчас мы опять будем выпускаться вниз как бы да по измерениям чтобы информация более такая была скажем точная да и скажем так более детализированная потому что сущностями легче достать наше измерение с более низших измерений нежели там какой-то трехтысячные выше естественно всегда возникает удивление я представляю людей которые вот развиваются занимаются поисками такие письма я практически каждый день получаю когда люди пишут что вот я нашел ваш канал спасибо вам большое там все интересная как бы всю жизнь это знала либо знал и когда нашел ваш канал вот подтвердилась все пришло понимание всего этого дела и тогда уже человек начинает понимать что то что он чувствовал ощущал это существует это есть и это как бы вшито в программу человека вот эти ощущения понимание и так далее поэтому это может присутствовать и конечно же человеческий мозг сразу не может эту всю информацию переварить ему очень сложно потому что приходит какое-то разочарование в чем-либо да что вы понимаете что вы живете совершенно в другом мире нежели вам рассказывали либо вы это видели ли вас учили когда постепенно мы начинаем вникать понимать переваривать ощущать внутреннее наше пространство но расширяться начинает мировоззрение расширяться то есть мы намерены начинаем смотреть более таким шел под широким углом но удивление она как правило приходит очень сильно первое время всегда информация она приходит человеку через какие-то понимания через разочарование даже иногда бывает да вот то есть вроде бы ты идешь по какому-то пути развития идешь 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 и в этом раз разочарование то есть а человек на самом деле там нашел другую информацию более которая ему подходит по его восприятию развитию так далее то есть это нормально человек должен проходить разочарование потом опять возвращаться это есть откаты определенные духовного развития для каждого человека духовное развитие свое кого-то походы в церковь духовное развитие в театре у кого-то надо поехать куда-то там в какой-то монастырь уехать в индию там не знаю в азиатские где-то страны пройти через это и потом человеку жизнь старт дает человек начинает развиваться двигаться и таким образом человеку приходит понимание когда мы начинаем воспринимать информацию получать она близко ложится на сердце в это самое главное основная информация иногда бывает так что когда некая информация начинает поступать человек ее не уже не может адекватно воспринимать вот но это не означает что это не правильная информация просто человек еще не готов к этой информации и постепенно человек придет к этой информации через какое-то время я уже вижу таких людей которые дошли до какой-то информации наши постоянных клиентов дальше они не могут ее воспринимать то есть они понимают что вот что-то не то как бы надо что-то там идти куда-то в другое место то есть это максимум этого человека то есть он дошел до этого дальше он уже ее не воспринимает где-то нормально ну вот будь то информация в духовном плане будь то информация историческая какая-то когда все переписывается на будь то какая-то информация о каком-то человеке кто правит вашей стране разочарования каких-то вещах которые на самом деле не существует вам рассказывают что там кто-то куда-то там летает там кто-то что-то делает на самом деле этого нету естественно через какое-то время у вас будут удивление происходит дикое да почему вот это случилось информация так далее неправильно неправильно восприятие этой информации я вспоминаю себя первое время когда я открывал скажем так книги я ничего не понимал что там написано потом их закрывал начали свой пути читал какие-то другие книги через другие книги третьи поломки ты передачи смотрел целенаправленно и так далее и далее уже через какое-то время через два-три года и опять же те же книги открывал которые раньше не воспринимал и мог их адекватно воспринимать также здесь многие смотрят смотрят нас до определенного момента потом какая-то нестыковка в голове идут на другие каналы там что-то переваривают какие-то книги читают потом все равно уверен что они возвратятся и будут понимать нашу дальнейшую информацию чуть по-другому вот естественно никого не виню не осуждаю вот конечно хотелось бы чтобы все было адекватно классно чтобы люди быстро развивались но к сожалению все идет через откаты остановки переваривания зачастую люди не могут дальше продвинуться нужно время чтобы всю вот эту информацию переварить когда человек начинает всю информацию переваривать вот тогда у него все стоит на свои места вот и таким образом мы развиваемся то есть мы проходим через боль страдания разочарования проблемы какие-то информация тоже не так просто ложится и конечно любой человек который смотрит это видео дамом пишите побольше комментариев подтверждаете что вот такая ситуация вот и так далее и таким образом мы начинаем двигаться дальше выходить на новые рубежи на новые уровни развития и после этого нам открывается совершенно другой мир можно сказать вроде бы все живем в одном мире но на самом деле каждый живет свое и когда часто сейчас разговариваю с разными людьми но большинство людей даже мои близкие родственники но не все воспринимают информацию как бы до которой мы говорим с анастасии и очень сложно людям ее воспринять потому что многие считают что такого не должно быть то есть вот только так и все а по-другому это не должно происходить ну со временем конечно же все меняется люди начинают что-то понимать вот и таким образом приходит какое-то понимание я иногда сижу думаю что пришлось пройти до сколько у тебя лет жил развивался давно в принципе до такого приличного возраста учился читал а потом через какое-то время какой-то короткий промежуток времени резко моя жизнь кардинально поменялась такой толчок бамс как будто просыпаешься выходишь из матрицы начинаешь идти вперед никуда не сворачивая и после этого ты останавливаешься говорит откат происходит каких-то вещах у тебя начинаешь смотреть обратно вот хотел бы ты так жить либо вот так сначала ты всех там ненавидишь например кто не с тобой да там если ты не сыроед их ненавидишь потом через какое-то время ты тоже уже не сыроед это вегетарианец нам да уже все успокаиваешься начинаешь смотреть и на мясо нормально и на рыбу и на яйца конечно ты их не ешь там да это понятно но все равно ты уже адекватно воспринимаешь этих людей которые рядом с тобой находятся вот и нет какого-то отвращения то есть ты понимаешь что есть люди которые могут есть все это нормально для этих людей а есть люди которые да естественно должны находиться на сравнении на веганстве там кто-то даже на фракторианстве и так далее двигаться дальше самое главное не бросать духовное развитие если что-то непонятного пишите комментарии если какие-то личные непонятные вещи происходит пишите в личные сообщения обязательно отвечу вот никогда никого не бросаем вот и всегда стараюсь пояснить что-то надо дополнительно посмотрим потому что иногда мне самому интересно когда какие-то нестыковки происходят и не сразу могу понять что происходит самое главное всегда быть в контакте и двигаться дальше не опускать руки это самое главное и так заканчу это видео удачи вам пишите свои комментарии подписывайтесь наш канал кому-то нужны консультации конечно же обращайтесь всегда поможем вот сейчас очень много наших подписчиков новых появляется на канале обязательно смотрите новые видео и будем вместе с вами всего доброго до свидания